Борщ со сметаной и бифстроганов с гречкой. Обычный пятничный обед в столовой школы номер 17. Словно напоминание о минувших праздниках, в меню еще и оливье. Впрочем, салат без майонеза. В составе только овощи, яйца и горошек. Ведь еда для учеников должна быть полезной и, само собой, вкусной. Это подтверждает не только скорость, с которой пустеют тарелки школьников, но и родительский контроль. В прошлом году первый класс мы достаточно часто приходили, и вот этот родительский контроль, он существует. Он же такой достаточно на уровне школьного портала. То есть ты записываешься, приходишь и потом даже даешь обратную связь. Дочери нравится. То есть есть прям излюбленные блюда, которые она ест постоянно и знает. Есть что-то такое, что она даже дома, вот рыбные котлеты, никто из нас их любит. Поэтому их она и дома не ест. В этот раз мамы присоединились к обедающим первоклассникам. Трапезу с малышами и родителями разделил глава округа. Дмитрий Волков не первый раз осуществляет родительский контроль в школах. Вопрос питания подрастающих красногорцев волнует его и как папа у троих детей, и как руководителя муниципалитета. Мы с родителями вместе приходим, общались. Чем еще, кстати, полезно это общение, знаете, помимо самого качества еды и обсуждения того, что это есть, узнаешь бытие микрорайона и какие-то, может быть, чаяни и вени от самих родителей, которые являются жителями этих территорий. Это очень важно. Поэтому дальше эту традицию совместно с родителями будем продолжать. Если хотите, мое мнение, очень вкусно, мне понравилось. Проект родительской контроли реализуется в Подмосковье уже третий год и в наступившем 2022-м расширен по поручению губернатора. Теперь ученики и их мамы и папы смогут участвовать в вопросах о качестве еды в конце каждой учебной четверти. Это необходимо, чтобы не допускать к работе в школах недобросовестные компании и сотрудников ответственных за питание.